Так, коллеги, тема моего доклада – как перейти из таблиц в CRM-систему. Расскажу немного обо мне. Зовут меня Сергей Шинкарский. Я управляю Digital интегратором DizLab. Мы занимаемся внедрением продукта Bitrix24. То есть это про цифровизацию и про автоматизацию. Входим в топ-10 в общем российском рейтинге партнеров. Работаем в Digital уже с 2013 года. О чем буду рассказывать? Ну, собственно, первое – как можно увеличить продажи с помощью CRM, конкретные практики, проверенные на опыте. Расскажу кейсы реальных клиентов и расскажу так называемые антикейсы. Конечно, клиента называть не буду, но ситуация имела место быть. И также дам вам нашу универсальную дорожную карту внедрения CRM-системы. Итак, как можно увеличить продажи с помощью CRM? Я на самом деле вижу только два способа. Первый – это автоматизировать рабочее место менеджера отдела продаж. А второе – оцифровать компанию и управлять продажами, соответственно, на основе этих показателей. Давайте ответим себе на вопрос, а чем же занимается ваша менеджер отдела продаж каждый день? Вот я собираю эту информацию постоянно с клиентов, что у них делают менеджеры, и такой вот обобщенный список. Менеджеры сами себе собирают базу клиентов. То есть ищут в интернете, где-то еще, и дай бог, если заносят всех в таблицу. Далее, соответственно, они обзванивают базу, принимают входящие звонки, встречаются с клиентами как в онлайне, так и в оффлайне, отправляют клиентам письма по электронной почте, переписываются с ними в мессенджерах, готовят им коммерческие предложения, еще их, бывает, оформляют. И, соответственно, самое любимое занятие менеджеров – они работают с документами. То есть готовят договора, выставляют счета, готовят отчеты, что же они сделали за сегодня или за неделю. И, соответственно, если у них клиент купил, в некоторых компаниях еще менеджер передает это в производство и контролирует, что же там с заказом клиента происходит. Вот на наш взгляд менеджер должен продавать. Это его ключевая компетенция. Это помогает вам увеличивать продажи напрямую, когда менеджер занимается своим наилучшим делом. И что же из этого списка требует компетенции продавца? Соответственно, звонки, разумеется, встреча, отправка писем, переписка, подготовка коммерческих предложений. Все, что касается коммуникации и экспертизы в продукте. То есть менеджер должен хорошо владеть продуктом, чтобы он в состоянии был подготовить предложения клиентам, чтобы она была максимально индивидуальна и попала точно в цель. Итак, основываясь на этом, как CRM может помочь вашему менеджеру больше продавать? Ну, первое. Есть такой инструмент, который называется контакт-центр. Михаил в прошлом докладе как раз рассказывал в Bitrix24. Все коммуникации могут направляться автоматически. То есть можно подключить телефонию, электронную почту, подключить все ваши сайты, социальные сети, мессенджеры, тот же самый чат на сайте, и даже можно подключить агрегаторы. Например, если вы продаете на Авито, это все то, что может попадать в CRM-систему. Ну, первое. Это экономит время менеджера. Второе. Когда в CRM-систему мы всех записали, это учет клиентов, мы точно никого не пропустим. Ну и плюс, когда у вас все в режиме единого окна, на это гораздо проще реагировать. И, соответственно, чем быстрее вы обрабатываете заявку, тем вообще выше вероятность, что эта сделка будет успешной. Это работает абсолютно в любом бизнесе. Вот, например, кейс для нашего клиента. Компания New Wave Shipping. Это петербургская судоходная компания. Они занимаются арендой теплоходов, которые по Неве ходят, и также котиров. Вот на момент внедрения у них было два менеджера отдела продаж и девять каналов коммуникации с клиентами. Сейчас менеджер четыре, но каналов, как правило, больше, чем людей. И раньше менеджер весь день занимался тем, что он прыгал между социальными сетями, мессенджерами. Соответственно, ему в Инстаграме написали, он начал отвечать, тут ему позвонили. Он не ответил, забыл, следующий пропустил. Сейчас все это направляется сразу в единое окно, и менеджер работает в Bittrex24. Но тут важно не переусердствовать. Как правило, мы видим всю историю коммуникации с клиентом. И есть такой антикейс. Компания занимается оптовой торговлей, подключили телефоник к сервис-системе, начали слушать звонки, вызывают менеджера на ковер и, соответственно, включают ему запись разговора, и за каждую его ошибку его начинают наказывать, и в том числе и рублем. Ну, соответственно, такую систему тотального контроля у менеджера стресс, и они начинают всячески саппетировать процесс и не пользоваться сервис-системой. Они думают, что генеральный директор ночью там слушает их звонки и, соответственно, будет их злостно штрафовать. Это не говорит о том, что нужно спускать ошибки с рук, но есть другие методологии, там то же самое внедрение KPI, которые, так сказать, больше мотивируют менеджера, но решают ту же самую задачу. Далее. Следующий инструмент – это текстовые шаблоны. Вот у нас был менеджер, он очень любил писать письма. Мы внедряем CRM, это сложный IT-продукт, это довольно индивидуальный подход с большой экспертизой. Встретился с клиентом, минут 40 пишет ему письмо, расписывает ему все в красках. И по большому счету 70% вашей продажи – это уже хорошо отработанный скрипт. И 30% – это ваша экспертиза, опыт, то есть вы под конкретного клиента уже что-то меняете. Соответственно, письма мы пишем из шаблонов, те же самые скрипы разговоров и даже шаблоны сообщений для мессенджеров социальных сетей. Вот такие есть, как это, например, выглядит у нас. Когда я собираюсь отправить письмо клиенту, мне уже 20 вариантов предлагают, готовых, которые я могу выбрать. Я выбираю готовый и, соответственно, для конкретного клиента его чуть-чуть дорабатываю и уже отправляю. Тот же самый пример, как это выглядит в мессенджерах. То есть я отправил менеджеру, клиенту коммерческое предложение, я просто нажимаю на готовую фразу, что отправил ему коммерческое предложение. Или там «Скинуть информацию о нас». У нас там порядка 70 уже готовых фраз, которые менеджер постоянно использует. Далее. Следующий инструмент – это роботизация. То есть рутинные операции мы можем получить в программе, и она будет выполнять их на автопилоте. То есть мы один раз сделали, и больше на них не отвлекаемся. Ну, например, пришла новая заявка, отправили уведомление менеджеру. Он ее не взял в течение 10 минут, еще раз напомнили. А если в течение часа не взяли, то руководителю напомнили, и он, соответственно, например, на другого перераспределит, то есть как-то решит этот вопрос. То же самое уведомление клиенту. То есть мы, например, запланировали встречу с клиентом, тут же ему отправили сообщение в WhatsApp, встреча запланирована. За час напомнили. Для того, чтобы он про встречу не забыл, и точно до нее дошел. При этом мы менеджера на эти простые операции не отвлекаем. Плюс, если нам понятно, что менеджеру нужно делать на конкретном шаге, мы можем сразу задачу автоматически выставить. Вот кейс одного из наших клиентов. Компания Laser Group – это рекламно-производственная компания. Они занимаются рекламой, то есть можно к ним обратиться, напечатать баннера, визитки, какую-то сувенирную продукцию и так далее. Мы им роботизировали процесс работы с заявками. То есть менеджерам постоянно приходят уведомления, когда им нужно отреагировать на данного клиента на определенном этапе. И также очень хорошо продуман процесс передачи заказов производства. То есть это позволяет поддерживать уровень сервиса всегда на… как бы не звучало на высшем уровне, при этом отдельно как-то на это не отвлекаясь. Далее. Основная идея CRM – это проактивные продажи. То есть вот если вы это внедрите, и вот из всего того, что я рассказываю, если вы внедрите хотя бы это, у вас точно продажи вырастут. Идея CRM в чем? Вы записываете всех клиентов, и по каждой активной сделке, то есть когда вы клиенту продаете, всегда должен быть запланирован следующий шаг с вашей стороны. Если следующий шаг не запланирован, клиенту никто не продает. Он, конечно, может сам купить, но таких, как правило, не сильно много. Если вы начнете активно продавать, планировать, то продажа у вас вырастет. Ну, в чем заключается вообще работа менеджера в CRM? То есть он прокоммуницировал с клиентом, далее он либо переводит сделку на следующий этап, либо планирует какое-то действие, например, звонок, встречу, либо закрывает эту сделку, как успешную или неуспешную. То есть, ну, проактивная позиция у него всегда присутствует. Антик есть. Внедрение в CRM у вас точно провалится, если у вас будет отсутствовать так называемый регулярный менеджмент. То есть менеджер у вас не заполняет CRM ежедневно, вы, соответственно, заняты какими-то своими делами, через неделю сказали, так, вы почему CRM не заполняете, надо CRM заполнять. Они три дня заполняют, все, давление ослабло, они опять перестали. И, соответственно, актуальность ситуации в CRM вы не видите. То есть это нужно контролировать каждый день. Обычно этим занимается руководитель отдела продаж. Если у вас нет еще руководителя отдела продаж, возьмите ассистента, посадите, и чтобы она каждый день проверяла, заполнили ли менеджеры все. Ну, плюс премиум-менеджером начисляем по продажам на основании сделок, которые были заключены в CRM. Это очень хорошо тоже стимулирует. Далее. Самое любимое занятие менеджеров – это работа с документами. Большинство менеджеров, с кем я общался, они не любят делать договора, выставлять счета, потому что это все отнимает время, а в этот момент ты клиенту не продаешь, соответственно, бонусы, премию не получаешь. Соответственно, давайте максимально упростим этот процесс для менеджера, чтобы он не тратил много на это времени. Вот, например, у нас есть клиент, компания Полюс СТ, они занимаются техническими средствами охраны. То есть они производят такие большие охранные комплексы, в основном они работают с госзаказчиками. Это различные секретные объекты. И работают в том числе они и с иностранными заказчиками. То есть у них порядка 10 разных договоров, они еще и на разных языках. То есть раньше как было менеджеру, клиент присылает реквизиты, ну, говорит, делайте договор. Менеджер открывает Word и начинает реквизиты вставлять. Это занимает очень много времени, плюс допускаются различные ошибки. В случае CRM-системы заполняем NNM, вся информация подтягивается, дозаполняем недостающую информацию уже вручную. Нажали кнопку, документ сгенерировался. Клиент прислал правки, тут же запустили маршрутный лист согласования, не надо бегать по кабинетам, это все происходит в онлайне и точно не потеряется. Далее есть общий реестр, где понятно, какой документ сейчас на какой стадии находится. Это тоже работает все автоматически. И, разумеется, можно клиенту договор отправить просто в один клик на электронную почту или в мессенджер, например. Еще одно занятие менеджеров – это подготовка отчета. То есть, как правило, они отчитываются, а что же они сделали за сегодня или за неделю. Многие менеджеры любят немного приукрасить действительность и написать чуть лучше, чем она есть на самом деле. Мы можем сделать отчетность, чтобы CRM-система нам сама рассказала, а чем же менеджер занимался. Вот пример простенького отчета. Мне, например, каждый день чат-бот в Bidrix24 отправляет за вчерашний день, сколько было сделок создано, на какую сумму и в разрезе по менеджерам. Очень удобно. Пример отчетов поглубже. Это наш клиент, компания Esco. Они занимаются контрольно-измерительным оборудованием. Очень много работают с тендерами. Мы сделали отдельный отчет, где руководитель нажимает кнопку и может понять, а что сейчас в тендерном отделе происходит, что на какой стадии. Также и с финансовой точки зрения можно поработать с отчетами. У них есть прогноз поступлений. То есть понятно, какую сумму денег они ожидают в ближайшем будущем. Тоже можно посмотреть в один клик, при этом не спрашивая менеджера, кто близок к финалу, кто должен купить и так далее. Итак, раз мы уже начали говорить про отчеты, про показатели, перейдем ко второму блоку, как можно увеличить продажи с помощью мониторинга этих показателей. Ну, когда у вас бизнес уже довольно длительное время, когда вы уже малый или даже средний, вы, как правило, знаете, какие показатели хотите увидеть, чтобы можно было на них повлиять. А вот у кого небольшая компания, они очень часто задумываются. И вот говорят, смотри показатели. Какие показатели смотреть? Ну, хорошо, я смотрю, а что с ними делать? Вот я рекомендую следующий перечень внедрять в первую очередь. Ну, то, о чем я говорил, про активность. У вас не должно быть сделок с просроченными задачами. Например, менеджер пообещал клиенту перезвонить и не перезвонил. Ну, соответственно, очень большой риск, что эта сделка окажется провальная. Вторая история – это сделки без задач, когда клиенту никто не продает в данный момент, что тоже плохо. Следующий блок – это конверсия. То есть процент тех, кто у вас купил от всех клиентов, которые попали к вам в воронку продаж. Соответственно, в разрезах смотрим по менеджерам, смотрим переходы из стадии в стадию и по различным источникам. Это тоже даст вам довольно ценную информацию. Смотрим так называемые опережающие показатели. Если вот менеджер, например, продает холодными звонками, звонит по базе, важно, а сколько звонков он делает в день, сколько контактов он обзванивает. Соответственно, статистически вы выявляете, что вы понимаете, что с этим определенный план, значит, он должен столько-то сделать средним чеком. Из этого следует определенное количество звонков. Каждый день можно проверить, норматив соблюдается или нет. Он должен делать 50 звонков, вчера сделал, например, 30. Соответственно, вы в норматив не укладываетесь. Нужно нагонять. И, соответственно, план факт продаж. Это классическая история. Как, например, выглядит отчет по конверсии в Bittrex 24 стандартный. Мы можем посмотреть воронку продаж, всегда такая лестница вниз, и видим, на какой стадии у нас самые большие потери. Вот в данном примере самые большие потери на первой стадии. Соответственно, далее с этим работаем, уже понимаем, как мы можем эту историю оптимизировать. Вот я подготовил для вас небольшой чек-лист, как можно конверсию отдела продаж увеличить. Вы можете с кваб-камеры телефона навести, и у вас появится ссылка, можно будет его скачать. Какие-то приемы будут совсем очевидные и простые, а какие-то вам, наоборот, в текущий момент, как говорится, прольют истину, и это можно будет тут же применить и получить какой-то выхлоп. Далее, про опережающие показатели. Вот, например, есть штатная статистика звонков. Я вывел менеджера Валентину за период времени и могу посмотреть, сколько у него было входящих, входящих, сколько пропущенных. И, соответственно, понимая объем звонков, мы уже как-то можем, соответственно, прогнозировать нашу продажу. План продаж – довольно простая история. Для каждого менеджера мы можем назначить свой план, либо, например, план на отдел. Если у вас план на квартал, выставляем на квартал. Если помечен, выставляем на месяц. И, соответственно, в режиме реального времени вы можете менеджерам доступ дать, если у вас их много, чтобы был такой соревновательный процесс. Все это видят. Далее. Ну, собственно, перейдем к дорожной карте, карте внедрения CRM-системы на 1, 2, 3. Расскажу про три шага, которые мы соблюдаем в каждом внедрении CRM-системы для наших клиентов. Ну, первый этап. Прежде чем внедрять CRM-систему, нужно подготовиться. То же самое, как со строительством дома. Дом можно начать строить без проекта, и тогда непонятен бюджет, и непонятно, что в конце получится, и получится ли вообще. Прежде чем внедрять CRM-систему, соберите требования. Вот. А что вы от системы хотите? Опишите бизнес-процессы, как у вас строится процесс продаж. Прежде чем что-то автоматизировать, это нужно автоматизировать, как говорится, на бумаге, чтобы было понимание, как оно вообще в целом должно работать. Далее, соответственно, пишется техническое задание, что мы конкретно делаем, и на основании этого готовится план внедрения. Вот такой подход, он позволяет снизить риски того, что внедрение у вас провалится, и вы будете четко понимать, а что в конце, собственно, получится за продукт. Вот очень часто кейс на примере вот одних клиентов, которые к нам обратились, транспортная компания. Они купили лицензию CRM-системы, купили Bittrex 24, что-то там сами настроили и добавили менеджера, и сказали им, работайте. Но менеджеры не могут работать, у них не получается. Почему? Потому что вот если мы смотрим, да, те же самые задачи Bittrex 24, это тот инструмент, которому можно обучить пользоваться, и все, менеджеры садятся и работают. А в случае с CRM-системой, это конструктор. То есть процессы продаж очень сильно отличаются в компаниях. Даже вот у двух компаний из одной отрасли бывает, что процессы совершенно разные. Соответственно, CRM-система должна быть под них настроена. Вот еще один пример. К нам как-то обратился клиент, занимаются они производством корпусной мебели на заказ. Директор описал, как он видит бизнес-процесс, как это все должно работать. Мы настроили CRM-систему, перешли к обучению, а пользователи начали саботировать. Это неудобно, мы не будем в этом работать. И различные другие отговорки, которые многие из вас так часто слышали. Что выяснилось на самом деле? Директор описал процесс, как он бы себе видел его в идеале. А на самом деле оно все немного по-другому происходит. И пообщавшись уже с теми людьми, кто владеет этим процессом, кто делает каждый день, стало понятно, что они работают немного иначе. Ну, соответственно, скорректировали CRM-систему и сделали ее в первую очередь как рабочий инструмент для менеджера, чтобы менеджеру было удобнее и комфортнее в этом работать. Соответственно, они до сих пор работают в CRM-системе, все у них хорошо, и BITREX 24 – это то, с чего начинается рабочий день менеджера. Далее. Если вы планируете внедрить CRM-систему и собираетесь сейчас с требования, вот я подготовил небольшой список вопросов, ответив на которые, вы сможете уже какую-то картину, представление о CRM-системе вашей компании собрать. Разумеется, это универсальные вопросы. Обычно на том же предпроектном обследовании наш бизнес-аналитик задает их сильно больше, но это хотя бы что-то, от чего можно, соответственно, оттолкнуться. Далее. Вторым шагом, когда у вас проект внедрения готов, соответственно, запустите так называемый MVP. MVP – это минимально жизнеспособный продукт. В чем идея? Запустить вот тот функционал, без которого вы работать не сможете. Вот какой-то самый-самый минимум. Зачем? Когда вы делаете CRM-систему год, а через год ее пытаетесь запустить, происходит следующая ситуация. Во-первых, весь этот год вы в CRM-системе не работали. Второе. Видите, у нас мир меняется довольно быстро, процессы компании меняются быстро, и то, что уже сделали, и оно не соответствует действительности. Это нужно менять. Нормальная ситуация, поэтому есть смысл двигаться короткими итерациями. То есть вы внедрили какой-то базис, и потом, соответственно, его развиваем. То есть как раз и третий шаг – это сопровождение развития CRM-системы. Проводить регулярные стратегические сессии по развитию CRM-системы. То есть, ну, например, собрались с коллективом, с проектной группой, подключили вашего интегратора, если вы с ним работаете, и, соответственно, обсудили, а что можно в системе сделать лучше. Что хотели внедрить, но оно по каким-то причинам у вас не сработало. Далее, соответственно, вендор Bitrix24, он постоянно вводит какие-то новинки в CRM-систему. Их нужно мониторить, и, соответственно, внедрять эти инструменты. Они, как правило, обычно нацелены на то, чтобы вашу продажу увеличить. И то, о чем я говорил, новые функции внедряете итерациями. Например, у вас копится какой-то список задач, вы упаковали в этап внедрения, и, соответственно, сделали, запустили. То есть менеджеры работали в CRM, вы говорите, смотрите, а теперь можно в чаты отправлять ссылку на оплату. Вот, это делается вот так. Я говорю, супер, спасибо. И, соответственно, когда вы какой-то новый сценарий внедряете, описываете его обязательно и добавляете в базу знаний в вашем системе. Зачем это нужно? То есть когда вам приходит новый менеджер по продажам, вы не садитесь и не рассказываете ему, как в CRM-системе работать, вы говорите ему, в общем, смотри, видео лежит здесь, посмотри, почитай, будет вопрос, придешь, задашь. Очень сильно экономит время и работает просто прекрасно. Коллеги, у меня все. Вот контакты, по которым можно со мной связаться, если интересно пообщаться там на тему внедрения CRM, электронная почта, или можно написать, например, в наш инстаграм. Ну что же, спасибо большое, Сергей. Благодарим вас за этот интереснейший подробный доклад. Я хотел бы сразу же обратиться с вопросом. Вот когда-то управленец или кто-то из коллектива принимает решение, все-таки вот эта точка принятия решения, установить систему в себе. Есть ли советы, когда это начинать делать? Есть же люди, которые сидят и думают об этом, вот надо бы, надо бы, проходит июнь, июль, август, и уже год, и все не случается. Или наоборот, человек думает, что это надо не совсем обязательно делать сейчас, хотя как раз-таки компания идет в рост, и нужно это делать сейчас. Есть ли какие-то маркеры? В какой момент времени нужно заниматься, собственно, интеграцией CRM? Ну, смотрите, ключевой момент, когда это нужно было делать уже вчера. Ну, расскажу, например, на нашем примере. Мы начинали действовать в 2013 году, сидели там вдвоем в небольшом кабинете, по-моему, там квадратов 12 было, и нам повезло, на самом деле, что мы начали CRM-систему. Мы подключали телефонию для того, чтобы холодными звонками звонить по желтым страницам. Мы сказали, а как нам удобнее это сделать? И нам просто в сервисе, где мы брали телефонию, сказали, а посмотрите Bitrix24, поставьте. Он тогда вообще сильно по-другому выглядел. Это был, наверное, совершенно другой продукт. Мы его поставили, до сих пор в нем работаем. То есть это же учетная программа. Это то же самое, как и с деньгами. То есть вопросом, когда внедрять финансовый учет? Ну, наверное, сразу внедрять, потому что показатели дают вам возможность управлять бизнесом, плюс это удобный рабочий инструмент, вы просто получаете преимущество в эффективности. Ну, конечно, решать вам. Спасибо. Вот появляются вопросы. Друзья, не стесняйтесь, пишите вопросы Сергею. Сейчас созвучим вот один из них. Уместно ли вводить штрафы за неиспользование Bitrix? Как такового? Уместно ли? Смотрите, ну, вот у разных руководителей разные подходы к мотивации сотрудников. Я рекомендую штрафы не вводить. Почему? Ну, как правило, штрафы, они не мотивируют обычно пользоваться CRM-системой. Я рекомендую зашивать, наоборот, премию, бонусы за то, что сотрудник корректно работает в CRM-системе. Ну, например, вы можете вводить не штрафы, а вот менеджеры по продажам работают в основном все на проценте. То есть у кого-то есть доклад, плюс основная доля процента. Говорите, все супер, ты молодец, но первое, ты новые заявки, теперь только в Bitrix24 можешь получить входящий. Соответственно, он туда идет, но у него просто выбора нет, что ему остается. Второе, говоришь, твой план продаж, мы будем отслеживать в Bitrix24, и, соответственно, когда ты там сделку закроешь, тогда я тебе бонус в нее и персчитаю. Ну, опять же, у него не остается выбора. Плюс ты ему говоришь, я ввожу тебе KPI-блок, если ты правильно заполняешь CRM-систему, то есть у тебя нету сделок без задач, сделок с просроченными задачами, что мы регулярно проверяем, и, соответственно, на это я тебе начисляю бонус. Очень простая история. Спасибо за ответ. Есть еще один вот такой вопрос. Как завести пешеходов-покупателей в CRM? Как завести пешеходов-покупателей в CRM? Ну, смотрите, для розницы существуют разные решения. Ну, то, что вы видели, наверное, больше всего, это различные программы лояльности. То есть вам же карточку в магазине со скидкой выдают в первую очередь для того, чтобы ваши контакты собрать. Соответственно, каким-то образом вас сегментировать, понимать, что вы покупаете, и с этим как-то работать. Делать там различные рассылки, показывать вам рекламу и так далее. Ну, для этого существуют разные системы. Ну, первое, да, записывать покупателя в CRM-систему, выдавать ему за это карточку. Раз. А второе. Есть такой инструмент у Bitrix24, называется FaceTracker. Он позволяет... У вас стоит камера, веб-камера, которая снимает тех, кто заходит в магазин. Она их фотографирует, и, соответственно, по этой фотографии в социальных сетях ищет аккаунты. Если они... Там работает нейросеть, то есть раз мы увидели человека, понимаем, что он в ВКонтакте, и обогатили информацию, что нам такой человек заходил. Соответственно, вот такие вот инструменты. Понятно. Вот как раз-таки, да, движемся в сторону, в ту область, люди спрашивают, которые, например, как самозанятые выступают, и использование Bitrix для самозанятых. Так, ну, есть ли подходящие варианты? Вот есть ли, в частности, основное направление – это MLM-бизнес? Если это вот такая сфера коммуникации, живых общений с людьми, я так понимаю, вот этих физических продаж товаров, вот есть ли возможные инструменты внутри CRM? Ну, смотрите, если вы один, да, что рекомендуется делать? Ну, вариант следующий. Если вы хотите просто использовать CRM с точки зрения учета, да, записывать там в нее, понимать, что у вас там по сделке происходит, то, наверное, вам не надо. Вот. А если у вас много каналов коммуникации с клиентами, да, откуда могут приходить обращения, как вот с клиентами можете пообщаться, то я вам рекомендую, вам от этого станет проще работать. То есть история с учетом, когда ты один, ну, понятно, учет вести надо, но обычно это очень тяжело, потому что на тебе там висит куча всяких разных процессов. А вот когда вас хотя бы двое, вот, тогда вам точно уже нужна какая-то учетная программа. Уже можно распределить обязанности, да? Конечно, да. Это уже становится удобнее, потому что, ну, вы банально меньше вопросов даже друг другу задаете, открыл, посмотрел, да, все уже написано. Ну, и я так понимаю, внутри системы еще есть возможности общаться, да, какие-то чаты, что-то рабочие группы создавать. Да, конечно. Конечно, вот, например, мы у себя используем Bittrex 24, и у нас есть внутренний корпоративный чат, где мы, соответственно, там общаемся, у нас личные сообщения, какие-то группы, отдельно общаемся по задачам и по проектам, и отдельно у нас чаты есть по сделкам по клиенту. Например, менеджер по продаже не столкнулся с какой-то сложной ситуацией, она тут же создала чат и написала тут вопрос и какую-то сложную историю, и, соответственно, мы подключились, что ей помогли, потому что довольно удобно. А неформальный чат у нас в Телеграме, туда мы там отправляем веселые картинки и так далее. Всякие стикерпаки. Да, там поздравления с Паской, то есть в рабочем чате нет, это, ну, довольно удобно. Понятно. Есть, как мы говорили с предыдущим нашим спикером, такие люди, которые действительно я все сам, вот сейчас пойду и сделаю, значит, вот все по мануалу, все по скрипту, буду долго не спать, но внедрю самостоятельно. Вообще, в принципе, это возможно для тех людей, кто вот нас сейчас смотрит, может быть, готов был бы решиться на то, чтобы это сделать уже буквально сегодня или завтра. Как начать? Вот может быть даже какой-то пошаговый план действий. Сначала идти в сеть, искать на сайте какую-то полезную информацию или обратиться сразу, может быть, к вам. Как вот поступить человек, который решается к тому, чтобы начать интеграцию? Смотрите, как правило, если у вас нет бюджета, нет каких-то денег на внедрение, вы не можете просто банально купить этот опыт, ну, первый опыт – это экспертиза, а второй – это руки, то это физически будет делать, потому что внедрения разные бывают, бывают и там на 40 человек часов, а у нас бывает внедрение еще и по тысяче человек часов, но это, как правило, более крупные компании. Соответственно, если денег нет, есть время, можно изучать самостоятельно. То есть сейчас очень активно продвигается история так называемых low-code, no-code решений, когда ты без программирования можешь что-то настроить. Чтобы настроить воронку продаж, не нужно быть программистом, нужно лучше понимать в продажах. И, соответственно, делайте сами. Есть куча бесплатного контента, можно посмотреть на YouTube, можно на нашем канале что-то посмотреть, можно посмотреть на канале Bitrix24 обучение. Если у вас, соответственно, уже бюджет есть, то есть бизнес работает, он гнирует прибыль, и вы хотите, соответственно, автоматизировать ваш отдел продаж, то проще этот опыт купить и, соответственно, тоже руки купить, которые все это сделают. Ну, потому что это просто дешевле с экономической точки зрения. Вам не нужно погружаться во всю эту историю, вы покупаете экспертизу, и, опять же, вот процент успеха у вас сильно выше, потому что мы уже ни одну собаку на этом съели. Понятно, были и успешные внедрения, и провальные внедрения тоже были там по совершенно разным причинам. Но вы покупаете опыт. Спасибо. Если дальше рассматривать, вот уже все установленное и, допустим, запущено, хорошо, успешно работает, проходит какое-то время, существуют какие-то трудности, проблемы? Вот вы сами говорили, что есть там масса обновлений каких-то, да, каких-то дополнительных фишек появляется, чтобы пришел специалист, да, может быть, как-то подсказал, научил, как по полной, что называется, на 100% использовать возможности серы. Вот как дальше действовать? Через какой период времени нужно посмотреть, так ли мы работаем, все ли у нас получается, если внутри компании человек, ну, вот, например, группа людей не может оценить. Да, вот вроде пользуемся, все, на одни рельсы встал и поехал. Как вот здесь, как помочь подсказал? Смотрите, моя рекомендация – это постоянно улучшать вашу CRM-систему. То есть мы, например, свою CRM-систему, мы регулярно ее дорабатываем, постоянно что-то делаем. Какая-то новая фишка появилась, мы, соответственно, ну, первое, мы задаем вопрос, она нам нужна? Второе, собственно, зачем? Какой мы выхлоп с этого получим? Если мы понимаем, что да, то мы ее идем и ее делаем. То есть вы постоянно будете вашу CRM-систему улучшать. То есть это нормальная история, это надо делать, потому что, ну, первое, разные фишки появляются, да, которые нужно использовать. Ну, например, там, раньше помните, все вас снова коммуницировали по B2B, там, в электронной почте и так далее. Сейчас в WhatsApp. Мы очень много общаемся с клиентами в WhatsApp. Соответственно, ну, подключаем для этого определенные интерфейсы к CRM-системе, чтобы нам было удобнее, менеджеру было удобнее и так далее. Добавляйте новые функции, это же влияет на ваши продажи. Какая-то фишка появилась, внедряйте. Ну, это имеет смысл. Но всегда задумывайте, когда что-то появилось, ну, а зачем нам это нужно, как это повлияет на продажу. Условно, если у вас клиенты по карте никогда в жизни не покупали, когда у вас терминалы стоят, ну, вопрос, нужна ли вам оплата по карте? То есть, ну, действительно, стоит ли это внедрять или сфокусировать свое внимание на каком-то другом инструменте. Да, спасибо. Ну, как говорится, задача со целями и смело, решительно действовать. Еще один вопрос от наших зрителей. Интересует ваш средний чек за внедрение CRM в микропредприятие? Вот поделись с цифрами. В микропредприятие? Да. Ну, смотрите, мы вообще работаем обычно с чеками от внедрения... С количеством пользователей до 10 человек. До 10 человек. Ну, зависит от задач, да? Опять же, что мы конкретно там будем делать. Ну, в целом, если это по деньгам получается, то мы работаем с бюджетами не менее 100 тысяч рублей на внедрение. Ну, потому что это просто большой объем, чтобы сделать это хорошо. Если это какие-то более крупные предприятия, то там сотни тысяч рублей. Иногда это переваливает там за миллионы-два. Ну, это обычно большие предприятия, где там сотни человек работают. А вот если сразу около 100, то какой срок требуется для внедрения, если это вот такой объем? Ну, надо смотреть на задачи, опять же. Но обычно это точно не менее одного месяца, потому что это просто очень много разговоров. То есть мы в вашем бизнесе не понимаем вообще ничего. То есть наша задача, в первую очередь, понять, а как у вас все устроено? Как вы работаете сейчас? И когда мы на это все посмотрели, мы говорим, ну, смотрите, вот эту штуку может делать робот. Нормально вы такие говорите? Вообще здорово, я как раз это и хотел. Но мы вас не учим ни в коем случае, как правильно бизнесом заниматься. Мы в этом не эксперты, но мы эксперты в автоматизации. Продолжение следует... Продолжение следует...